Благовещенский районный инфоцентр – официальный источник информации с современным лицом. На своем портале корреспонденты освещают острые темы, говорят о наболевшем. Причем это не просто новостной сайт, где сельские жители могут почитать новости, но и целое мультимедийное пространство с уникальным видеоконтентом. Мы представлены во всех соцсетях, у нас есть свой сайт, есть площадка на YouTube. Мы в последнее время занимаемся телевизионным форматом, делаем сюжеты, делаем какие-то короткие видеоролики. Это однозначно помогает привлекать подписчиков. Но у районных СМИ, конечно же, есть и свои подводные камни. Громко говорить на проблемные темы не всегда возможно. Полезнение такое своеобразное районных СМИ заключается в том, что, ну, как бы мы в плену своей географии все равно находимся, и болезнь СМИ заключается в том, что чаще всего во многих муниципалитетах власть вносит только авторитарный характер, и, будучи учредителями газет, они, конечно, определенную топор цензуры держат. Никакой цензуры, кроме этической, нет у популярного барнаульского блогера Алексея Куреленко. Его посты с нетерпением ждут и комментируют тысячи интернет-пользователей. Алексей может позволить более свободные высказывания, чем многие не только районные, но и краевые СМИ. А это не просто, признается блогер. За каждое слово сейчас можно, грубо говоря, завести дело. Там и за 128.1 УКРФ уголовное дело можно легко схлопотать. Я в своих инструментах, в своих аккаунтах поднимаю темы различные, которые касаются лично меня. Вот, допустим, как отца с горками, что связано, снежные горки убирают. Для меня это канал коммуникации обычный, где я могу обсудить с моими единомышленниками различные темы. Вот наш коллега, корреспондент телеканала «Катунь-24» Глеб Полянский не только вещает о проблемах с экранов телевизора, но и рассуждает о них у себя на страничке в социальных сетях. По его мнению, печатное слово уже давно ушло в прошлое. Есть районные газеты, где люди в основном покупают их ради объявлений, на растопку, в банной печи, например, почитать, ну, в том числе, почитать местные новости. Большие газеты. Действительно исчезла культура, по моему мнению, покупки газет в киосках. Газеты уже потеряли свою актуальность. Однако там, где нет ни телевидения, ни радио, именно газеты, печатное слово остается в борьбе за справедливость и заставляет район меняться в лучшую сторону. Был вопрос у нас очень серьезный, это 2020-2021 год, вопрос по поводу прекращения работ по вывозу золотосодержащих хвостов, которые у нас компания «умная» в кавычках вела прямо в центре города, в историческом центре, повредив исторические памятники. Естественно, они были недовольны. Я всем говорю всегда одно, мы не нарушаем закон, давайте и вы не будете его нарушать. Кстати, блогеров своими конкурентами журналисты не считают. Говорят, все мы делаем одно дело. А каким путем? Ведь и мы сами ведем публичные страницы. Главное ведь то, ради чего мы пишем, вернее, ради кого. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.